К другим темам. Президент Казахстана посетил Катар с первым государственным визитом. Глава нашей страны выступил перед членами консультативного совета. Отмечу, что наш президент стал первым иностранным лидером, кому предоставили такую возможность. Сегодня Катар известен своей передовой и быстрой растущей экономикой, а также активной и миролюбивой внешней политикой. Под руководством его высочества, шейха Тамима Бен Хамада Аль-Тани, ваша страна добилась больших успехов. Катар по праву может гордиться своей крепкой экономикой и процветающим обществом. Мы восхищены вашей национальной программой Катар 2030, которая уникальным образом сочетает в себе модернизацию и национальные ценности. Говоря о нас, Токаев рассказал о строительстве справедливого Казахстана и масштабной модернизации политической системы. Не обошлось в выступлении без наших дружеских взаимоотношений с Катаром. К настоящему времени мы реализовали множество совместных проектов в различных отраслях экономики, включая энергетику, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, строительство и туризм. Мы видим много возможностей для Катара стать одним из десяти крупнейших инвесторов в Казахстане в ближайшем будущем. На встрече с Эмиром мы поставили новую цель – увеличить объем торговли. Имеются широкие перспективы в области разведки нефти и газа. Особое внимание в разговоре президент уделил и международной тематике. Токаев высоко оценил миротворческую роль Катара и его посреднические усилия в многочисленных конфликтах по всему миру, в том числе в Палестине. Глава страны также рассказал про переломный момент в истории Центральной Азии. Под этим он подразумевал активизированные политические и экономические контакты. В конце встречи ответное заявление сделал и председатель консультативного совета. Ваш первый государственный визит – очень важный шаг для выведения наших отношений на уровень стратегического партнерства. Надеюсь, что группы дружбы в парламентах двух стран начнут активную совместную работу. Ваше превосходительство, господин президент, в прошлом году Катар и Казахстан отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Регулярные обмены визитами глав государств свидетельствуют о высоком уровне отношений между нашими странами. Хасан бен Абдулла Аль-Ганим – председатель консультативного совета государства Катар. Отмечу, что до этой встречи у Касымжмарта Токаева состоялись переговоры с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. Они завершились подписанием 9 соглашений общей суммы 18 миллиардов долларов, которые касаются различных направлений – социального, экономического, технологического, энергетического, а также телекоммуникационного. Мы подписали соглашение с частным инвестиционным холдингом PAH о продаже мобильного оператора Теледва. Данное соглашение увеличит уровень конкуренции на местном рынке и повысит качество услуг сотовых операторов. В знак особого уважения эмир Катара подарил президенту Казахстана высший государственный символ – меч основателя государства Катар. Ранее его вручили только трем лидерам – королю Саудовской Аравии, султану Омана и королю Испании.